всем доброе утро для кого-то она добрая для кого-то не очень у меня сегодня третий день болезни и она у меня прогрессирует хорошо что нет большой температуры но она у меня к вечеру поднимается где-то тридцать семь один тридцать семь и два вот с утра вроде пока нет температуры почему я показываю вам вот этот натюрморт мой утренний утром сделала бутерброд не смогла его есть попила чай с малинкой вот здесь у меня мои вот лекарства все и от кашля у меня тут все лекарства почему я покажу потому что вы мне пишите что нужно пить то нужно пить все чтобы не отвечать каждый раз комментарии просто покажу смотрите и лимон у меня есть и чесночок я кушаю и горчицу я кушаю сегодня у меня хлеба нет потому что я уже третий день никуда не выхожу конечно у меня уже все закончилось супчик буду есть с сухарями и с горчицею я обычно горчицу накладываю на хлебушек если он у меня есть но так как его у меня сейчас нет я и скорее всего что включу свою хлебопечку и спеку и сама хлебушек благо сейчас уже в квартире прохладно и можно поставить и готовить потому что раньше я этого не делала из-за того что очень жарко было зимой я очень часто пеку сама хлеб у меня очень хорошая хлебопечка хлеб получается вкусный я уже знаю принципы приготовления потому что уже давно пользуюсь ей поэтому для меня не проблема с печенью но иногда просто лень вот и из-за того что сегодня у меня хлебушка нет на который я буду намазывать горчицу я буду добавлять ее прямо непосредственно в суп вот и всем огромное спасибо что ты вы так за меня волнуетесь и переживаете даете всевозможные советы честно пользуюсь всем что вы мне говорите очень рада что вы у меня такие отзывчивые подписчики и вот сейчас ваша помощь для меня актуальна я все советы ваши читаю прислушиваюсь я что-то ну как бы для себя пробую вот сейчас ваши советы для меня полезны и так далее вы поняли с чем я сравниваю вот и я очень рада такой поддержки с вашей стороны вы у меня самые самые лучшие знаете когда я сегодня открыла комментарии прочитала опять же сколько вы мне желаете здоровья рассказываете какие-то свои рецепты и все чтобы я поскорее выздоровела знаете у меня прямо такая волна тепла в груди подымается вот просто я не могу высказать ту благодарность которую я в этот момент испытывала и сейчас испытываю тоже говоря вам про это спасибо вам большое что вы у меня есть конечно всем приятного аппетита кто будет сейчас кушать у меня сейчас уже около десяти часов дня я с утра попила только чаек и все сейчас буду кушать не знаю сколько градусов на улице но такое впечатление что там тепло конечно не до такой степени как летом но тем не менее там похоже приятная погода вот если бы я не болела я конечно пошла не хочу выходить заражать людей в маске тоже не хочется ходить но хоть порадоваться из окна этой красивой осени ходят люди про их прогуливается возможность есть но я выхожу постоянно на балкон дышу воздухом это конечно не то что там гуляешь я сегодня отменила поход на пиявки сегодня пятница и мне нужно было где эти часам пойти я не пошла постирала свою тунику зефирку или суфле вот и хочу сказать прям такая нежность нежная получилась я постирала ее моющим ворсинка вы если раньше видите мои видео если раньше видели мои видео я как-то в покупках показывала что я покупала ворсинка называется моющие средства и вот сейчас стираю именно им и прям берешь как бы в руки такой нежненькая ополаскиватель обыкновенный детский я не стирала руками постирала стиральной машине на 30 градусов она уже почти сухая но связи с тем что на улице погода ну как прохладная скажем так все равно уже сохнет не так как обычно я довольна очень своей туникой какая прям она красавица белоснежная так что высохнет сниму экспресс мастер-класс и возможно вы тоже свяжете такую себе за хлебом я так и не сходила и не спекла сейчас время 6 часов и как бы суп уже ела два раза сегодня салат у меня есть но к салату у меня есть картошка вот это которую я запекала два дня назад духовом шкафу вчера я ее разогревала но и сегодня она уже но в общем можно ее покушать но мне хочется внести яркие краски в это блюдо поэтому я ее поставила сейчас она у меня сковорода разогреется но только я поставила на тихий огонь здесь у меня три яйца я хорошо взбила у меня оставалось сметаны наверное ложки полторы или две я их тоже сюда добавила затем добавила муки и немножко соды прям совсем немножко соды я добавила ну и смета муки до густоты сметаны вот все это я хорошо взбила сейчас пока подогревается у меня все это подойдет ну постоит как обычно дают постоять тесто да и я залью это все в сковороду накрою крышкой на самый тихий огонь и до полного приготовления и посмотрим что у меня получится ну что смотрите что у меня получается сейчас мы посмотрим что там внутри я сейчас одной рукой конечно я не смогу это сделать поэтому отключусь вот такой красавчик у меня получился с одной стороны я перевернула сейчас накрою другой крышкой я накрывала крышкой и у меня там есть две пластинки сыра я еще сверху положу сыр у меня сыр уже заветрился ну просто жалко его выкидывать поэтому я сейчас его сверху тоже положу ну что вот такая вкуснятина у меня приготовилась сейчас я выложу на тарелочку и разрежу посмотрим что там в серединке ну и вот серединочка горячая еще конечно вся пористая воздушная все из-за того что это яичная основа все взбитое и это по сути омлет только немножко переработанный скажем так всем приятного аппетита и так вот что отвязала я не на сегодняшний день такая немного кучерявая пряжа ну потому что из из-за того что я ее распустила я не стала ее отпаривать потому что когда я попробовала связать образец с этой пряжи и отпарила я ну увидела что она нормально все раз после отпаривания принимает свой вид тот который необходим и я не стала заморачиваться вижу прям распустила и сразу продолжаю вязать может быть сейчас такой эстетический вид не совсем хороший но я думаю что после стирки все это примет тот вид который должен быть как вы уже знаете если вы смотрели мои предыдущие видео то я распустила первоначально связанный вариант из-за того что на меня классический реглан это не мой реглан и я который раз убедилась а мой реглан это по типах хэйверда то есть удлиненный реглан это моя модель и как бы я все распустила и начала вязать по новой здесь уже так как я определилась и я уже знаю неоднократно вязала что хэйверда подобная линия реглана это моя я уже отвязала ворот закрыла его с помощью иглы и вот такой у меня получился ворот то есть здесь у меня кит левочка с помощью полого шнура и далее я набрала петли вывязала на троечки резиночку один на один причем лицевую я вязала бабушкиным способом изнаночную классическим из-за этого получается такие симпатичные бороздочки дали углубление почему-то когда классическими петлями резинку вяжешь вот изнаночные когда классическими вяжешь она получается более симпатичнее ну и здесь закрыла с помощью иглы итальянским способом вот меня все опять устроила вот говорят же методом проб и ошибок как бы понимаешь истину я вывела такую что резиночка на хлопки вот такая как у меня будет держаться и она посмотрите она эластичная и возвращается на место не растягивается ничего в общем держит вот эластичным закрытием эластичным закрытием с помощью иглы итальянским способом ну таких видео в интернете очень много поэтому вы посмотрите как это делается ничего сложного нет и опять же может она сейчас не совсем красиво выглядит мне уже делали замечание но после стирки все станет на свои места мне одна подписчица написала что чем делать так лучше вообще никак не делать я люблю чтобы у меня все было идеально поэтому лучше десять раз перевязать и добиться своего результата но зачем мне перевязывать если я и так знаю что у меня все будет окей на после стирки вот здесь у меня очень я считаю что очень красивую линию реглана я для себя выбрала которая будет украшать этот хейвард у меня в общем на сегодняшний день меня все устраивает я не замерила сколько я уже провязала линии реглана но еще маловато конечно вот так выглядит спинка росток у меня будет азиатский потому что опять же все потому же по той же причине что пряжа с хлопком и все недостатки ну то есть если вы вяжете две вместе и так далее все видно на этой пряжи поэтому росток будет азиатский и я думаю что если у вас возникнет желание вы уже можете начать вязать и как бы проблем с этим у вас не будет потому что все вяжется как обычно все как обычно вяжется очень легко и просто а в итоге получается все очень симпатично и красиво ну вот так я очень долго вчера провозилась с воротником не потому что это сложно и так далее а потому что был уже вечер было темно я еще болею и в связи с этим ну как бы старалась не напортачить делала медленно чтобы все у меня получалось симпатично вот и я думаю что я этого результата добилась вот так что какие мои вчерашние мытарства были по поводу вязание этого песочного хейварда меня попросили чтобы я показала мандарин во весь рост на себе не знаю как это будет сейчас выглядеть и потому что я как бы делал никогда этого у себя на балконе но сейчас постараюсь показать вам вот так выглядит если что-то видно итак дорогие друзья меня просили на себе показать мандаринку апельсинку в общем мой хейвард и я сегодня решила это сделать у меня просили показать во весь рост вот так выглядит не знаю видно вам там что-то или нет здесь немножко стягивает из-за того что у меня здесь спандекс дед это такая нить резинка но после нескольких стирок это все станет на место немножко тоже помяты потому что он у меня лежал и вот такая кофточка у меня получилось я не умею ходить по подиуму света нет света мало но вот как есть ну и демонстрирую вам свою зефирку вот так она у меня выглядит так выглядит кокетка буду вам показывать постепенно отхожу дальше и вот так она на мне выглядит мне все нравится рукав вот таким небольшим фонариком вы все знаете люблю длинные рукава ну те кто со мной уже давно те знают что я люблю длинные рукава кокетка кокетка все свободно я как люблю так все и есть ну я вязала для себя поэтому вот так выглядит спинка вот в общем мне все очень нравится я именно вот эту зефирку я просто влюблена во-первых пряжа лана голд 800 после стирки она стала вот смотрите такая пушистенькая мягенькая просто прелесть я ну очень довольна нет никакой колючести и так далее вязала я в моющем средстве вязала стирала в моющем средстве на 30 градусов специально называется ворсинка и полоскала в обыкновенном детском ополаскивателе все очень мне нравится в ближайших видео сделаю мастер-класс сейчас чуть-чуть приду себе и сниму экспресс-мастер-класс по этому полу в полу веру туники все вы увидите ну и демонстрирую вам свою тунику полу вер вот сделала два вида чтобы было более четче видно от света и искусственного и света дневного не знаешь уже как тут демонстрировать вот вот так вот модель с меня еще та так что на этой ноте я свой влог закрою сегодняшний желаю вам побольше позитива и самое главное здоровья